Всем доброе утро! Мы с Аришей сейчас идем в школу. Да? Угу. Ты правда пустой. Ну что, Ариш, настроилась сегодня на плодотворный день? Угу. Будешь сегодня хорошо заниматься, внимательно слушать и поднимать ручку, лапку. Сегодня такая классная погода. Тепло, воздух такой свежий, осенний уже. Вообще, просто прелесть с утра, да? Да. Солнышко проглядывает. Будет новый день, ветром по воде. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отвела Аришу в школу, сама завтракаю. На завтрак у меня сегодня вареные яйца, сыр, кабачковая икра. Примерно такой завтрак у меня каждый день. Я не увлекаюсь кашами на завтрак. И в основном на завтрак ем яйца в разных видах, вареные, яичница, омлет и так далее. Ну, плюс еще обязательно добавляю овощи. В основном помидоры. Приятного аппетита, кто тоже завтракает. Сейчас буду пить кофе. Кофе я пью обычно минут через 20 после завтрака. Кофе обожаю с молочком. Вот такой вот мой любимый кофе Якобс Веллюр. Очень мне он нравится. Вкус, аромат. Такой бодрящий. Какая прелесть. Обожаю это время утреннего кофе. В это время я обычно просматриваю сообщения, которые пришли с утра. Сейчас пришло сообщение от тренера о том, что в конце октября, в 20-х числах, у нас будет экзамен по фигурному катанию. У Ариши прислал вот такую вот схему. Вот так вот она выглядит. На ней обозначены все элементы, которые дети выполняют на льду. На подготовку и отработку программы дается примерно месяц. За это время нужно выучить схему, отработать ее, чтобы можно было уже представить программу судьям. Ариша занимается уже второй год, и это будет у них вторая сдача нормативов. Первый раз они сдавали нормативы зимой. Ариша умничка, успешно сдала. Надеюсь, что и в этот раз у нее тоже все получится. Кстати, кому интересно, как Ариша сдавала экзамены зимой, я оставлю ссылочку в описании, так что переходите и смотрите. Кстати, раз уж мы заговорили о фигурном катании, сейчас покажу вам, что я купила вчера Арише для занятия на льду. Вчера к нам приезжал экипировочный центр для фигуристов. И нам с Аришей нужны были перчатки для занятий. Мы пошли за перчатками, увидели эту юбочку и просто не могли ее не купить. Так она нам сильно понравилась. Ариша примерила, ей она очень идет. Такая вот черная, стильная, со стразиками, все как положено. И по низу такая вот оборочка из сетки. В общем, очень хорошая юбка. Снизу вот такие вот трусики, тоже из термоткани, все теплое. Вчера она уже в ней тренировалась, ей очень понравилось. Ну и к юбке, конечно же, нужны были лосины. Взяли черные лосины. Тоже с термоткани, все. И снизу застежка под конек. И вот сами перчаточки. Очень красивые, элегантные. Понравилось, что на пальчиках здесь такая вот имитация колечек. Арише это тоже очень нравится. Бегу сейчас за Аришей в школу. Сейчас идет адаптационный период. Занятия очень короткие. Три урока по 30 минут всего. Бегу ее встречать. Погода вообще шикарная. Очень тепло. Лето продолжается. Пришли домой. И сейчас я хочу быстренько сделать сырники. Буду делать по простому рецепту на сковороде. Сейчас покажу вам, что у меня получится. На самом деле, секрет вкусных сырников кроется не в рецепте, а в свежем твороге. У меня творог именно такой. Надеюсь, что мои сырники получатся очень вкусными. Итак, у меня полкило творога. Я уже сюда добавила яйцо, три ложки сахара, немного соли и немного ванилина. Теперь все это тщательно перемешиваем. Далее я сформировала лепешечки и хорошо обваляла их в муке. Выкладываю на сковородку с хорошо разогретым маслом и обжариваю с двух сторон. Вот такая красота у нас получилась. Я думаю, что со сметанкой будет очень даже. Да, доченька? Угу. Сходили сейчас с Орешей в магазин, показываю, что купили. Итак, из мясного взяли вот такой вот фарш свиноговяжий. К нему я добавляю куриный фарш. Но сейчас куриного не было, докупим позже. Филе цыпленка. Голень цыпленка очень хорошо для запекания в духовке. И вот такое вот мясо. Окорок свиногов. Так, из овощного мы взяли помидоры. Тоже неплохие, свежие. Болгарский красный перец. Огурцов немного, так как хороших не было. Вот выбрали из того, что было. Докупим позже. Зелень свежая, петрушка. И кабачки. Лимоны взяли. Вот такие вот сливы. Очень хороший сорт. Сладкие, сочные. Очень любим такие. Ариша ест с удовольствием. И актимельки, ариши разных вкусов. Берем, ариши, в последнее время вот такие вот фруктовые батончики. Очень понравились они нам. Фрути лат. В общем, они с разными вкусами. Вот, к примеру, черника на яблочной основе. Вот с апельсином и брусникой. В общем, очень вкусные. Взяли Ариши на пробу. Ей очень понравились. Теперь она все время ест только их. И это более натуральный продукт, чем конфеты какие-то. Вот, поэтому берем. Кто еще не пробовал, попробуйте. И взяли вот такие вот макароны, спиральки, трехцветные. Тоже Арише нравится. Томатная паста. Вот все наши покупки на сегодня. Уже вечер. Как вы думаете, куда мы идем? На массовые катания тренироваться. Мы идем в тренировочный центр. Ариша изъявила желание потренироваться, поизучать свою программу. После того, как увидела программу, которую тренер нам прислал, очень ей захотелось поскорее начать тренироваться. Вот она, моя красавица. Руки, руки, руки. Руки. Здорово сегодня. Людей немного, всего несколько человек. Вот она, моя ласточка. Этуге. Этуге. Руки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что надо сказать, когда выходишь на лёд? У меня всё получится... Вот, давай... Решила детство вспомнить... Решила детство вспомнить... Решила детство... Решила детство... Продолжение следует... Продолжение следует...